Восстановление жилья в селе Кукпекты Карагандинской области, пострадавшего от наводнения, идет с отставанием от графика. Туда прибыл министр ПУЧС Владимир Башко, чтобы лично проконтролировать ход работ. Как доложил ему Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдибеков, к первому сентября кукпектинцы смогут вернуться в свои дома. Напомню, в марте в регионе прорвало плотину. В результате трагедии погибли пять человек. Сотни домов оказались в зоне подтопления. Маленькое село сегодня охвачено большой стройкой. Одновременно здесь отстраивают заново полсотни домов. Первоначально подрядчики обещали сдать жилье к концу лета. Но из-за сложных бюджетных процедур темпы строительства замедлились. Следует доложить, что буквально в конце месяца на сессии областного Масахата было рассмотрено выделение средств резервного фонда Акима в области. Ну и надо благодарить, что сегодня были возможности наших субподрядных и подрядных организаций собственными средствами поднять эти сцены. Сейчас строители пытаются наверстать упущенное не в ущерб качеству. Ведь за тем, как возводятся дома, следят и жители поселка. Альбина Герман, к примеру, ежедневно приезжает сюда. Ей не терпится въехать в новый дом. У нее до наводнения было небольшое дело по разведению перепелов. Сарай для птицы женщина восстановила своими силами. Теперь ждет, когда же подрядчик закончит работы по строительству дома. Я благодарна за то, что строители стараются. По мере возможности делают все, что можно. Швы все затирают. Ну дом надежный. Молодцы. Единственное, что было бы лучше финансирование и быстрее сдали этот дом. Жителям Кокпекты помогают не только с восстановлением аварийного жилья. Дома, пострадавшие частично, ремонтируют за счет средств, собранных неравнодушными казахстанцами в качестве гуманитарной помощи. А это больше 250 миллионов тенге. Затем, успевают ли строители к сроку, следит и министр ПЧС. Он сегодня осмотрел сельские стройплощадки. С учетом экономического потенциала, опыта карагандинских строителей, я уверен, проблему к 1 сентября по возведению домов область решит. Тогда кое-кто поплатится креслом. Кроме того, в ближайшем будущем правительственная комиссия обнародует результаты расследования причин Кокпектинской трагедии, пообещал министр Башко. По его словам, выводы экспертов уже переданы в правительство.